Ну что, давайте начнем с молитвы. Господи Боже, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которым Ты нас наставляешь, вразумляешь, направляешь на путь правды. Благослови это занятие, будь с нами в этом занятии и в разъяснениях. Помоги, Господи, нам лучше понимать, что значит Суббота Твоя и что означает Третья Заповедь. Прибыть с нами во всех наших путях и делах этого дня. Молимся обо всем, через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Ну вот, значит, это вот тебе тоже книжечка подарка моего. Вот, а мы сейчас с вами прочитаем как раз Третью, значит, Третью Заповедь. Вот, и объяснение Клютора к ней, да? Это находится в девятнадцатой странице. Третья Заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Что это значит? Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не пренебрегать проповедью и Словом Божиим, но свято чтить его, охотно слушать и познавать. То есть, вот, когда мы говорим с вами о десяти заповедях, я хочу, чтобы вы вспомнили вот эту простую модель, что вот есть Бог и есть мы. И мы связаны первыми тремя заповедями с Богом и последующими заповедями мы связаны друг с другом. То есть, вот такая цепочка возникает, да? И когда мы говорим с вами о первой заповеди, помните, что говорит Лютер о первой заповеди? Он говорит, что эта заповедь является главной. Мы должны больше всего бояться и любить Бога и уповать только на Него, говорит он, объясняя заповедь первую. А первая заповедь звучит как? Кого? Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов при лице мая. То есть, первая заповедь, собственно, она о Боге. И мы говорили о том, что нет человека, который ни на что не уповает и ни во что не верит. Но как только человек начинает во что-то верить, вот это что-то становится его Богом. Помните, да, мы говорили, что для одного человека Бог – это работа, для другого человека Бог – это деньги, для третьего человека Бог – это семья, для четвертого человека Бог – это родина, как бы он ее ни понимал. Для пятого человека Бог – это Бог Библии. И вот тут как раз мы должны понимать, что Бог Библии и есть Бог заповедей. То есть как только мы его заменяем на что-то, то есть мы можем говорить, что мы в Бога не верим, или мы можем говорить, что мы в Бога верим, но уповаем, когда мы на что-то другое, кроме Бога, на кого-то другого, то есть все, у нас это выпадает заповедь. И все остальное рушится. Потому что если нет первой заповеди в нашей голове, правильном ее понимании, то в таком случае все остальное теряет смысл. Я, помните, говорил вам слова классика Федора Михайловича Достоевского, который говорил, что если Бога нет, вы стали своего героя, если Бога нет, значит что? Все дозволено. То есть ничего не работает. Вся система заповедей, она рушится. Почему нельзя убивать? Почему нельзя прелебодействовать? Почему нельзя красть? Если Бога нет, кто сказал? Какой моральный авторитет утверждает мне, что мои взаимоотношения с ближним, они должны быть именно таковы? Поэтому первая заповедь является ключевой, и она как бы крючок такой, на котором висит все остальное. А первая заповедь на небе, как Клютор пишет, да, первая заповедь на небе, Бог. Как только мы ее совлекаем с небес на землю и наделяем правами Бога кого-то или чего-то другое, мы начинаем верить другого Бога. А первая заповедь говорит нам, да не будет у тебя других Богов при лицом моих. В смысле язычества это другие Боги, это силы какие-то, которыми наделяем, ну вот, божьими полномочиями, да? А для нас, ну, для, например, для атеистов это что-то другое, да? Но они, тем не менее, наделяют полномочиями Бога, это что-то другое. Идей, не знаю, там, работу, семью и так далее. То есть вот это является Богом тогда. При этом само по себе, может быть, это неплохо. Мы говорили, что, да, ну, любить семью неплохо, любить ребенка неплохо, но когда ребенок становится Богом, все, это идол. То есть Бога нет, а есть Бог только вот этот, да? То есть, или когда работа становится Богом, да? То есть тогда мы все вот посвящаем это именно. Значит, вторая заповедь мы говорили, она об имени. Вот. Что значит имя, Шекспир? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ам, нет. Все-таки, когда мы говорим «роза», мы сразу розу представляем, она у нас в голове, так сказать, расцветает тушенцветом, да? То есть, если мы говорим, окликаем кого-то на улице, человек оборачивается, потому что мы его зовем. Это факт, вот. То есть имя призвано для того, чтобы мы могли войти в контакт, войти во взаимоотношения. Без имени человек безымянный просто прохожий. Он никто нам. Мы разминулись, как в море кораблей. Разошлись. Вот. Имя дает нам власть. Власть в смысле взаимоотношения. Власть воздействовать и получать отклик. В смысле управлять, да? То есть, хотя иногда и управлять, да? То есть мы зовем, человек оборачивается. Мы поручаем и говорим, там, там, Иван, сходи за хлебом. Вот. И если мы просто скажем, сходи за хлебом, а тут сидит 20 человек. Ну, то есть, кому сказали, что такое? Всем, что ли? Все встали, пошли за хлеб. Принесли 20 булок. Будет забавно, да? То есть, куда их девать? Вот. Поэтому мы говорим конкретно, да? То есть, и когда мы говорим свое имя, соответственно, мы даем власть над собой. Когда Бог открывает нам свое имя, Он дает нам возможность его звать, ему молиться, его благодарить. То есть, все то, о чем говорит Лютер в объяснении второй заповеди, да? Вот. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. То есть, есть не напрасное произнесение Божьего имени, мы говорили об этом тоже, да? И не напрасное произнесение Божьего имени, это какое? Вот. Это призывать его во всякой нужде, молиться ему, благодарить и прославлять его, да? То есть, вот эти вещи в отношении Бога, к ним мы призваны. А все остальное, манипуляции, все они запрещены, потому что, ну, не потому что Бог, ну, раз открыл нам свое имя, поэтому теперь, если мы будем колдовать его именем, то ему волей-неволей придется вот это делать. Ничего подобного. Вот. Просто, ну, если мы, например, когда мы будем про имя ближнего говорить, мы об этом тоже подробнее скажем. Если, например, кто-то скажет, вот Павел, священник из прихода святого Марка, утверждает то-то и то-то, и начнут мне приписывать какие-то совершенно еретические вещи, которые я никогда не утверждал. Вот. Говоря, опираясь на мой авторитет, да? То есть, вот, будет ли это правильным? Ну, нет, конечно, это будет неправильным. Более того, это некоторых людей ведет, ну, в соблазн, потому что люди будут думать, ну, если вот священник так считает, то, наверное, вот так оно и есть. Вот. Ну, и, конечно, если я об этом узнаю, я скажу нет и запрещу использовать свое имя для того, чтобы, ну, какое-то утверждение распространять якобы от моего имени, да? То есть, вот. Поэтому Бог так и делает. Он запрещает использовать свое имя для колдовства, для того, чтобы проклинать, клясться в чем-то несущественном, да? То есть, или просто пустопорожнее произносить его имя, да? Вот там, божица там, не знаю, непонятно ли на чем. Вот. Но при этом, если мы говорили тоже об этом, если мы используем Божье имя, чтобы, как бы, подтвердить правоту в отношении Ближнего, то это допустимо, это делается в Писании, мы это встречаем, потому что, ну, мы не... Не о себе тогда отвлечемся, не о себе беспокоимся, а мы говорим о Ближнем нашем, да? То есть, вот. Это не напрасно использование Божьего имя, да? Вот. И сегодня мы с вами говорим о третьей, значит, заповеде. Это... Если здесь Бог, Его имя, то здесь мы говорим о субботе. Помни день субботний, чтобы светить Его, да? То есть, суббота, наверное, самый распространенный, заповедь о субботе, самая распространенная в Ветхом Завете. Все время мы можем натыкаться в ветхосоветных писаниях на упоминание о субботе, на разъяснение, особенно в пяти книжек, постоянно. И второзаконие, и левит, и в числах мы это сталкиваемся, ну, везде, везде, в принципе, вот мы сталкиваемся, начиная, вот, как бы, с исхода. А книги Бытия мы обнаруживаем в субботу, как день какой? День седьмой, при сотворении мира, это что за день был? День, когда Бог закончил творение и упокоился от дел своих. То есть, мы говорили, когда разбирались с вами, вот, в вопросах о том, что значит упокоился от дел своих. Это значит, что он вообще устранился от вмешательства в созданный мир? Нет. Он все время общался с Адамом, он после грехопадения тоже продолжает вмешиваться, помните, да? То есть, означает ли упокоился, вот, означает ли это, что, вот, он вообще устранился? Нет, конечно, он перестал творчески созидать этот мир, творчески. То есть, он перестал что-то новое создавать. А почему он перестал создавать что-то новое? Почему настала суббота? Почему он перестал создавать что-то новое? Что такое он создал в шестой день, предшествующий субботе, что было вершиной его творения? Человека, конечно. То есть человек есть вершина творения, потому что он есть кто? Образ и подобие Божие. То есть образ, уподобляющийся Богу. То есть больше создавать нечего. Мир создан, человек, как вершина творения, который подобен Богу, создан. И мы говорили о том, что вот это вот интересно очень, что вот человек прах от земли, а Божья область. То есть он сочетает в себе все, он охватывает собой все творение Божье. Начиная от материи, вот этой вот, которая есть земля, да, заканчивая Духом Божьим, да, который вдохнул в него, да, то есть был не способен в него, да. Вот. Значит, что еще мы знаем о субботе? Значит, смотрите, суббота, все время упоминается, когда говорится о субботе в Ветхом Завете, что суббота день святой. Это святой день, это святой день, говорит Бог. А что значит святой для еврейского уха? Вот мы говорим святой, и в нашей голове образы какие возникают? Святой. Ну, это у вас уже еврейское мышление, знание о смысле этого слова работает. А если вот нету этого знания, просто вот человек святой. Чистый какой-то безгрешный, да, такой какой-то вот особенный, да, то есть, и это все это есть в значении слова святой. Но главное все-таки в еврейском, как бы, смысле этого слова, что это отделен. Бог отделил, как свет от тьмы, он там и так далее, да, вот день от ночи, так он вот отделяет святое. То есть, вот святое это отделенное, он отделил для себя, для себя отделил. И вот, что значит день святой? Что значит день святой? День, отделенный для Бога. То есть, и еще о субботе сказано, что это день покоя. То есть, посмотрите, вот, давайте сочетаем в себе два этих слова. Святой, да, вот я сейчас запрошу их. Святой и покой. То есть, святой, значит, отделенный для Бога. А покой, это Бог упокоился от своих дел, да? Вот, а что хочет Бог в этот отделенный день от Израиля? Ну, от своего народа, назовем это так, от церкви. Чтобы они вошли в его покой. Его покой. Потому что покой Божий, да? То есть, совершенным образом никто не может войти в покой Божий, потому что род человеческий согрешил. Но раз в неделю народ Божий, как бы, им предписано входить в Божий покой. То есть, как бы, существует кусочек вот этого Божьего покоя среди моря суеты, моря труда, моря греха, моря пота, когда мы возделываем землю, да, вот, трудимся. Вот, существует островок Божьего покоя. И вот этот Божий покой, ну, как бы, вот, Бог отделяет этот день от других для того, чтобы, что делать, ну, вот, в этот день народу Божьему. Что? Что делает Бог в этот день для Божьего народа? Просто ли, вот, все просто, ооо, такие, отдыхают. Все. Поработали мы все шесть дней, а вот седьмой отдыхает. Что делает Бог в этот день? Он говорит к Божьему народу, говорит слова закона, говорит слова Евангелия. То есть, Евангелие это что? Это прощение грехов. То есть, суббота это время, когда прощение грехов непосредственно через Слово приходит, вот, объявляется Божьему народу. Вот, особенные какие-то, такие события, которые предназначены, да, вот для этого. И, когда уже храм Божий был разрушен, то есть, когда уже система жертвоприношений была прекращена в Израиле, вот, народ Божий продолжал в субботы, ну, евреи продолжали в субботу приходить в синагогу, да, то есть, и слушать Слово Божие. Потом храм восстанавливали, опять приносили жертвы, но синагога оставалась как место, где люди, куда люди приходили. То есть, суббота это был такой, ну, скажем, такое время, не просто время отдыха, покоя как отдыха, но время покоя Божьего, то есть, когда Бог возвещал Своё Слово. Поэтому, посмотрите, обратите внимание, что говорит Лютер в Третьей Заповеди в объяснении. Вот, помни день субботний, чтобы светить Его, что это значит? Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не пренебрегать проповедью и Словом Божьим, но свято чтить Его, охотно слушать и познавать Его. То есть, заповедь о дне, а объяснение о Слове. Кажется, какая связь? А вот я вам показал эту связь. Связь есть еще даже с ветхозаветных времен, эта связь сохраняется, потому что покой Божий – это пребывание в Нем, в Его Слове, в Его Таинствах, которые совершают. Таинство ветхозаветной церкви – это обрезание, таинство новозаветной церкви – это крещение, исповедь, причастие. То есть, это то, что осуществляется в церкви, когда мы приходим, чтобы слушать Его Слово, охотно слушать Его, чтить и познавать. То есть, Бог хочет, чтобы мы вошли в Его покой. И вот, когда мы читаем, значит, когда мы читаем в Исходе и во Второзаконии, вот, точнее, во Второзаконии этого нет, а вот в Исходе, вот, в 30-й главе мы читаем, что вот день субботний – это знание между Богом и между людьми. То есть, чтобы вы знали, что я Господь Бог, Который освящает вас, отделяет вас, да, чтобы вы знали. А помните слово «знание», что такое для евреев? Знать – это не просто теоретически, там, что-то вот, два-четыре, я это знаю, и что? Что это мне дает? То есть, как я могу, как это влияет на меня? А вот знать по-еврейски – это взаимное действие, это познающие и познаваемые одно становятся. Целое. Они взаимны. И вот это вот познание, что Бог нас освящает, вот, это личное участие наше в Божьем покое. То есть, мы участвуем. Слово приходит его к нам, и мы познаем его, Бога познаем. И он через то, что мы слушаем, и как мы откликаемся, познает нас. То есть, происходит вот это взаимное действие. То есть, если я просто сижу дома и не прихожу в церковь, нету вот этого взаимного участия. Бог отделяет свой народ. То есть, он делает это специально для того, чтобы мы могли вместе слушать Слово Божье, и он знал нас, а мы знали его. То есть, вот так это происходит. Вот, кто-то еще к нам идет. Наверное. Поможете к нам? Вот. Интересно, что... Интересно еще вот что. Что в субботу приносилась двойная жертва. Двойная утренняя и двойная вечерняя жертва. То есть, это было особенное жертвоприношение такое. Вот. Чтобы особую святость седьмого дня отметить. Вот. То есть, святой день, святые жертвы. Ну, и мы с вами, когда говорим вот о жертвах, как о таинствах Ветхозаветной Церкви, мы всегда должны помнить вот эту связь образ и первообраз. То есть, мы должны помнить, что жертвы – это всегда образы какого первообраза? Кто является первообразом всех жертв Ветхого Завета? Христос. Его жертва на кресте. То есть, Христос есть та жертва, в которой все... все жертвы, остальные, на которые все указывают. Вот. Еще одно интересное, да, такое... Значит, первое, что мы должны сказать, да, что это участие... Первое значение. Это участие в покое Божьем. Божьем покое. Вот. Второе значение субботы. Вот о нем мы сейчас скажем. И здесь мы видим вот что. Смотрите. В исходе, в 20-й главе, где перечисляются 10 заповедей. Первый раз, да. Вот. Мы читаем, вот, помни день субб... Ой, да, помни день субботний, чтобы светить его, да. То есть, вот, чистую эту формулу, как бы, да, такую. А в второзаконии, в 5-й главе, когда перечисляются опять же 10 заповедей, повторно, вот, повторяется причина субботнего покоя, вот, если в первом случае причина субботнего покоя, это войти в Божий покой, вы мой народ, и вы войдете в Божий покой, то во второзаконии причина субботы другая указана. Показывается другая сторона. Вот. И говорится, что причина Божьего покоя, вот какая. Ибо вы были рабами в земле египетской, и Бог вывел вас из Египта и даровал вам покой. То есть, это не просто приобщение к Божьему покою, в котором Бог покоится. Это приобщение к такому покою, который Бог дал путем избавления, освобождения. То есть, покой, это если это покой творения, ну, Божий покой, в который он вошел, да, в седьмой день, то здесь это покой избавления. Да, вот, напишем избавление. Здесь творение. А здесь избавление. Избавление. Покой, избавление. Вот. И этот Божий покой, избавление исхода уже указывает нам на то, что сделает Христос, когда придет, да. То есть, если здесь это было избавление от рабства фараона, то опять же мы смотрим с вами в этой системе. Образы, первообразы. Образ рабства, ведь это же реальное рабство было. Ну, мы же не говорим, что образ, что вот евреи в Египте, это миф такой. Это такая сказка, ну, которая указывает нам на какой-то смысл в реальности. Ничего подобного. Евреи действительно были в рабстве у египтян. И вот, действительно, они были избавлены из этого рабства. И действительно, Моисей их выявил, да. То есть, и Бог, как мы читаем, руководил Моисеем. То есть, избавление от рабства, как причина субботы. Да, то есть, указано в второзаконии. А это указывает нам, в свою очередь, на избавление наше от рабства греху и смерти. И дарование нам через Христа вечности. То есть, вот этого вечного Божьего покоя. Понимаете, да. То есть, вот какой аспект показывает нам еще второзаконие. Оно показывает нам, что вот покой и избавление дается. Они были рабами, а теперь они избавлены от рабства. Они упокоены от рабства. Вот у них покой и свобода, как бы, да. Вот. И это говорит нам о том, что наши грехи тоже прощены. И мы входим в покой вечной жизни, которая нам обещана в Христе. Вот. И, наконец, третье, о чем мы говорим, когда говорим о субботе. Это участие в покое конца этого мира. Это, ну, я назову это словом таким мудреным. Ну, его полезно тоже знать. Асхатология. Эсхатология или конец этого мира, да. То есть, эсхатология всегда, ну, как и говорят, эсхатология как конец этого мира. Почему-то, ну, все сразу такая какая-то жуть охватывает. И все такие думают, ну, все, сейчас камни там с неба начнут падать, землетрясения, войны, да, всякие. Вот. А на самом деле эсхатология – это же не просто конец этого мира. А что еще? Начало вечности. Начало вечности с Богом, да. То есть, эсхатология как завершение вот седьмого дня и вхождение в восьмой, да. То есть, вот эсхатология – это завершение седьмого дня. На самом деле это вот так. Потому что седьмой день не завершен. Седьмой день продолжается. Христиане называли себя люди восьмого дня. Сейчас мы подойдем к тому, почему мы отмечаем не субботу, а воскресенье. Христиане отмечали, называли себя изначально, еще до того, как это укрепилось окончательно. То есть, параллельно с этим, да, вот христиане – это люди восьмого дня. Почему? Восьмой день – это день, который следует за седьмым, да. Восемь положенное на бок. Символ бесконечности. Да, то есть, это вечность. И вот в этом смысле, почему мы не отмечаем субботу, вот помните, день субботний сказано, да. Почему не отмечаем субботу в субботу? А почему мы отмечаем следующий день? Почему богослужение проходит у нас в день воскресный, да. То есть, вот как раз в русском языке, в отличие от английского, например, да, кстати, в эстонском тоже это интересно, что вот это пюхопаево, да, то есть, это святой день, да, святой день. То есть, не просто день солнца там, да, то есть, как в английском языке, это святой день, то есть, это значит, что воскресный день, день воскресенья, да, это день, когда Христос воскрес, да, вот, поэтому он и назван святым, вот. Что, ну, все-таки, все-таки, да, то есть, ну, вот адвентисты седьмого дня, например, очень четко говорят, мы должны, сказано суббота, значит суббота, все, мы будем отмечать субботу, вот. И в этом смысле нам предстоит ответить на этот вопрос для себя, прежде всего, почему суббота? Не суббота, почему воскресенье? Вот. Ответ простой. Ответ простой. Седьмой день исполнился во Христе. Суббота исполнилась во Христе. Христос исполнитель субботы. Совершенный исполнитель субботы. Вот. Эта сторона Третьей Заповеди уже больше не связывает нас, вот, потому что мы, потому что Христос упокоился в этот день совершенным образом, да, то есть, он исполнил, во-первых, субботу в своей жизни, а во-вторых, он субботу пробыл во гробе, он упокоился совершенным образом, вот. Вот. И когда мы слышим слова Христа, придите ко мне, труждающиеся, обвиненные, и я успокою вас, то есть, дам вам покой, то есть, мы его покой получаем, да, вот. Христос – наш субботний покой. Вот. Вот. И тогда возникает вопрос, а где наш святой день? Где наш святой день? Где наш святой день? Там, где Христос. Где Христос, там святой день. Вот. Христос является по воскресенье своим ученикам, когда? На следующий день после субботы, да. И потом, в Евангелии от Иоанна, и в Евангелии от Луки, это особо подчеркивается все время, да, что вот, значит, что в седьмой, за следующий, за седьмым днем, следующий день за седьмым днем, значит, Христос являлся своим ученикам. А в деяниях, тот же Лука пишет, что христиане начали собираться на следующий день, после субботы. То есть, это уже традиция, которая установилась в самом-самом начале, сразу после воскресенья. Во времена Петра и Павла, да, то есть, в эти времена. Но при этом нам, у нас нет новой заповеди, которая говорила бы, что следующий день после субботы обязательно является святым днем. Это традиция, которая освящена временем, подкреплена каким-то образом писанием, но при этом не является какой-то такой заповедью в строгом смысле слова закон, что это требуется от нас. Поэтому, если мы, например, находимся в стране, где запрещены воскресные богослужения, например, в исламских странах запрещены воскресные богослужения, и христиане собираются по пятницам в церкви, ну, из там, где они собираются, там, где это вообще возможно, да, вот. А разве там нет святого дня? Есть. Вот как раз там, где Христос, там и этот день. Когда мы собираемся здесь, например, по средам, и у нас проходит здесь иногда служба с причастием, разве это не является святым днем? Является. То есть воскресенье это очень важная, ну, хорошая традиция церкви. Но я подчеркиваю слово традиция. Там, где возможно, этой традиции следует придерживаться. Там, где это невозможно, а, ну, можно сложить любой другой день, и это будет святой день. Пюхопай. То есть у нас, в этом смысле, как бы, мы свободны. И... Сейчас я вспомню в каком-то месте. Ну, да. Во втором коринфе нам, кстати, в первый день недели употребляется, да. А колоссиным 2, вот, апостол Павел говорит, никто да не осуждает, вас за пищу или питье, или новомесячье, или субботу. Да, то есть никто да не осуждает. То есть нет привязки какой-то жесткой. Мы должны в этом смысле... Мы относимся спокойно к тому, что там адвентисты собираются по субботам. Да, на здоровье. Но как только адвентисты начинают говорить, а вот эти неправильно делают, мы говорим, стоп, стоп. Никто да не осуждает. Понимаете, да? То есть вот в этом смысле мы не осуждаем вас, собираетесь. Но когда вы осуждаете других, это уже другое. Это просто догматики, это уже вопрос учения. Вы учите, ну, как бы, что вот только суббота, да. А это относится вот к разряду уже того, о чем апостол Павел говорил, что вот эти люди, которые говорят, не прикасайся, не дотрагивайся, не вкушай, да, которые осуждают вас за новомесячие и субботу, вот, это неправильно. Это так не должно быть. Вот. Ну и вот снова повторю, вот, что на какой день должно совершаться богослужение, да, то есть по традиции церковной это день, когда Христос воскрес измертный. То есть следующий за субботой. То есть день первый, он же восьмой. То есть вот такая как бы замкнутость получается, да, что вот день первый, потому что он в календаре как бы первый, да, вот, но он же и восьмой, потому что он открывает нам порогу вечности. То есть время покоря. Вот. Я думаю, что я достаточно детально сказал, насколько это возможно было за вот это время о третьей заповеди, но я еще подумаю, может быть, если будет желание об этом поговорить в следующее воскресенье, мы можем еще продолжить. Вот. Но мы приближаемся с вами к перекрестку. Четвертая заповедь находится вот здесь, на перекрестке Бог-я, и я-ты. Вот. Я бы очень хотел, чтобы о четвертой заповеди услышали нас, те, кто смотрят вот эти занятия, те, кто находятся в Таллине, и те, кто имеют детей, потому что я буду говорить о педагогике, потому что четвертая заповедь является ядром и сутью педагогики. наши отношения с детьми формируют детей в вопросах взаимоотношений друг с другом и в вопросах взаимоотношений с Богом. И это настолько важно, что Бог помещает эту заповедь сразу после своих заповедей, которые связь с ним держат. Это заповедь ключевая для как понимания нашего горизонтальных отношений, так и открывающая нам дверь на небо. В буквальном смысле слова, потому что о Боге нам рассказывают наши родители, о Боге нам рассказывают наши учителя. То есть заповедь четвертая указывает нам на Бога и на ближних. Она вот перекресток такой, Т-образный в этой системе связи. Поэтому я приглашаю всех родителей, которые могут прийти на наши занятия, прийти на наши занятия. Более того, я скажу еще в оставшихся пару минут, что у меня есть цикл занятий, которые я проводил для прихожан под названием «Христианская педагогика». То есть мы начинали как раз с четвертой заповеди и продолжали эту тему развивать. Вот. И я думаю, что для очень многих людей это было... Там было очень много открытий. Очень много открытий было, что писание говорит о педагогике. То есть это не просто тривиальные какие-то вещи, которые сейчас вызывают споры, типа кто жалеет розгу, тот портит ребенка, что-то в этом роде такое. Это то, что на поверхности какие-то вещи, которые неоднозначные, вызывают сразу споры в современном обществе. А я же думаю, что есть вещи более глубокие, более серьезные. Например, такие вещи, как крестить нашего ребенка или не крестить. Рождается ребенок и в свете новых паспортестантских новых относительно, начиная с 16 века, новых паспортестантских идей, свобода выбора у ребенка, то есть он должен сам выбрать, быть им укрещенным или не быть им укрещенным, а мы кто такие, чтобы решать за него? На эти вопросы мы отвечаем. А кто мы такие, чтобы решать за него? Четвертая заповедь, и это следующая тема занятия, будет отвечать на вопрос, кто мы такие, чтобы решать за ребенка? Имейте ему взаимоотношения с Богом или не иметь? Мы призваны к этому. Это я сейчас сдаю. Но все это человеческие вещи, Бог нам говорит, ты обязан представить своего ребенка мне. Он, мое дитя. Я дам ему веру, а ты будешь его учить. Это ему. Вот что значит четвертая заповедь. Кратце. Это я сейчас сдаю. Потом я все это буду объяснять. Поэтому я приглашаю всех родителей на следующее занятие. Надеюсь, что с третьей заповеди. Может быть, какие-то вопросы есть у вас еще по третьей заповеди? По субботе. Четвертая неделя. Хорошо. Ну все, спасибо тогда вам и спасибо зрителям.